Я любил свою работу. Всегда ездил с удовольствием. 22 августа прошлого года слесарь ТГК-14 сварился заживо в коллекторе. Трагедия произошла, когда он по аварийному вызову спустился в колодец и уже не смог подняться. ТГК составила акт о несчастном случае на производстве. С этого момента и начались судебные тяжбы вдовы с монополистами. Как бы не должен был залазить, хотя они же его отправили. А зачем они тогда его отправили? Месяцы разбирательств в суде, широкая огласка в СМИ и лишь летом этого года суд наконец вынес свой вердикт. Суд снизил наши требования, конечно, но не сказать, чтобы сильно снизил. Около двух мы и требовали. Суд первой инстанции миллион восемьсот нам удовлетворил. Суд второй инстанции, когда подали апелляцию ТГК-14, ну там 150 тысяч рублей снизил. Она, конечно, чувствует удовлетворение, что, по крайней мере, добились признания нашей правоты. В этом году мы снимали множество сюжетов о сборе денег для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. К примеру, осенью в Вулан-Удэ возле 32-й школы мужчина избил ребенка. После уроков между одноклассниками произошел конфликт. Отец одного из них увидел потасовку, повалил соперника своего сына на землю и принялся пинать. В итоге у мальчика сотрясение и выбиты зубы. Для их восстановления потребовалось лечение в московской клинике, но денег у семьи не хватало. Мама ребенка обратилась к неравнодушным землякам и ответ не заставил себя долго ждать. Операция прошла у нас успешно. Три месяца пока нельзя жевать на верхних зубах. В январе поедем на второй этап лечения и в феврале на третий этап лечения. Я благодарю всех неравнодушных жителей республики Бурятия, что помогли нам в нашем сборе средств. Он прямо очень рад. Хотя они сейчас коротенькие, но хоть такие зубы он может полноценно сейчас улыбаться. Почти каждый день к нам обращались простые горожане, уставшие в одиночку бороться с нерадивыми чиновниками и управляющими компаниями. Несвоевременный вывоз мусора, плохое состояние или вовсе отсутствие дорог, аварийное жилье, отключение света и воды, плохая работа транспорта и многое другое. Кому-то эти проблемы могут показаться мелкими, но только не нам. Ведь рано или поздно что-то подобное коснется каждого. Вот, например, некачественная ливневка на недавно отремонтированном участке дороги по улице Павлова. Первый раз, как только открыли дорогу, поехала с ребенком с садика. И так подлетели на этой ливневке, что ребенок даже чуть с кресла не упал. Что только не делали с этой ливневкой после наших сюжетов. Засыпали песком, вставляли деревянные балки вместо решетки. Люди продолжали возмущаться, а мы – снимать. В итоге сейчас дорога в отличном состоянии. Ливневку все же довели до ума. Решетку сравняли с уровнем асфальта и очистили от грязи и песка. Это лишь часть проблем, которые мы помогли решить. Если вы столкнулись со сложной ситуацией и не можете справиться в одиночку, то пишите нам в редакцию или в соцсети телеканала. Мы постараемся вам помочь. И все же желаем вам меньше проблем в новом году. С наступающим! Юлия Жамцуева, Баир Дугаров, телекомпания АТВ.